Кому из нас не хотелось хоть раз прогуляться по страницам знаменитых литературных произведений, встретиться и поболтать с героями любимой книги или фильма? Все это можно сделать на новом иммерсивном уличном шоу, в котором оживают легендарные создатели государства Израиль, а улицы и здания Тель-Авива рассказывают свои сокровенные тайны. Актеры, играющие отцов основателей Израиля, вживаются в образы перед началом нового, необычного спектакля. Здесь нет привычной сцены и сидящих в зале зрителей. Декорации нового шоу улицы Тель-Авива и давно ставшая пантеоном кладбище Трумпельдор, без посещения которого не обходится, пожалуй, ни одна экскурсия по городу. Здесь похоронены государственные деятели, писатели, художники, певцы, люди, имена которых стали символами государства Израиль. Меня заинтересовал этот формат театрализованного представления, театрализованного шоу исторического. Это всегда интересно. Это еще одна возможность пополнить свои не очень глубокие знания, к сожалению. И те личности, которые здесь будут представляться, вероятно, они тоже представляют большой интерес. Провозвестник государства Израиль Теодор Герцель, легендарный мэр Тель-Авива Мейер Дизенгов, герой русско-японской войны, военный и общественный деятель Иосиф Трумпельдор, классик современной поэзии на иврите Хаим Нахман Бялик и первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, которого играет актер театра «Квартет И» Леонид Барац. Я бы хотел, чтобы эти персонажи воспринимались как отцы-основатели любой нации, как Маркс Энгельс Ленин, как Вашингтон Фрэнклин Линкольн. Иммерсивный в переводе с английского означает создающий эффект присутствия, погружения. Тель-Авив стрит-шоу соединяет в себе элементы спектакля, экскурсии, квеста и ролевой игры, где любой зритель может стать актером. Добрый вечер. Улица отличается от театра тем, что работа в пространстве определяет динамику между людьми. Живые люди, иной раз даже не посвященные в том, что происходит спектакль, начинают реагировать на происходящее, начинают постепенно подчиняться законам действия. Прогремел для него голос Бога с небес, но не внял и не встал и не дрогнул народ. Чем больше неожиданностей, тем лучше, поэтому мы не напрягаемся, если вещи идут не по плану, а они здесь идут только не по плану. Интеракция со зрителем происходит действительно настоящая, реальная. В этом, наверное, большая какая-то вот самая основная разница. А в театре по-другому. Спектакль на улицах Тель-Авива основан на реальных событиях. В подготовке шоу принимал участие журналист, гид и историк Борис Бристовицкий. В постановке ему отведена привычная для Бориса роль гида. В силу особенностей иудаизма у нас практически нет памятников, бюстов нашим героям. И если там Герцель или Бен-Гурион знакомы людям, потому что их рисуют на купюрах, то как выглядел Трумпельдор мало кто знает. И здесь есть возможность еще и хотя бы приблизительно показать, как эти люди выглядели. Модные веяния и иммерсивности пришли в современное искусство из столицы Туманного Альбиона и Нью-Йорка. Проект Secret Cinema в Лондоне стирает границы между реальным и виртуальным миром. В популярный иммерсивный театр Sleep No More в Нью-Йорке приходят люди, чтобы на время окунуться в моделируемую реальность. Продюсеры и режиссеры во всем мире вдохновляются увиденным и перенимают опыт. В особенности после года локдаунов и ограничений, связанных с пандемией, мы хотели сделать что-то такое, чтобы люди действительно вышли на улицы и дать им какой-то интерактивный экспириенс, познакомить их с городом через какой-то интересный совершенно новый формат. Театр все время развивается и находится в непрерывном поиске новых форм. У него нет иного выхода. Сегодня театр вынужден конкурировать не только с кино и телевидением, но и с интернетом. И в этом смысле иммерсивный театр вполне соответствует духу времени, потому что помогает зрителю чувственно воспринимать современную реальность и все время оставаться в моменте. Я совершенно не ожидал, что мне предложат спеть во время этого тура, но я не растерялся и могу даже повторить немножко из-за тиквы. Субтитры создавал DimaTorzok